В эфире программа 100 советов самоизоляция. Здравствуйте, мы продолжаем делиться с вами полезными рекомендациями для жизни. Самое главное сейчас оставаться дома, так мы сможем защитить себя и окружающих от распространения коронавируса, который передается воздушно-капельным путем. Руки можно помыть, поверхности протереть, но чем продезинфицировать воздух? Оказывается эфирным маслом. Это не только приятный аромат, но и мощный антисептик. Плюс ко всему весной наша кожа нуждается в увлажнении. Сегодня научимся в домашних условиях изготавливать освежающий спрей для лица. Сегодня будем делать с вами мятный спрей для того, чтобы освежиться за несколько секунд и выглядеть бодрыми и свежими. Для этого нам понадобится водичка, миллилитров 200-300, горячая, листья мяты перечной, эфирное масло мяты и вот такая бутылочка спрея. Для начала мы берем воду, вода у нас горячая. Далее это листья мяты перечной, она может идти в пакетах либо в россыпи. Для того, чтобы нам не усложнять нашу задачу, мы просто этот пакет опускаем в водичку и настаиваем в течение часа. Вот у нас прошел час, мята наша настоялась. Далее берем эфирное масло мяты. Мяты нужно всего лишь капель 5-7, поэтому надо быть очень аккуратным, чтобы не получить ожог кожи. Далее мы перемешиваем наш будущий спрей, перемешиваем тщательно. Настаиваться уже не надо, потому что эфирное масло очень быстро растворяется. Берем вот такую бутылочку. Бутылочка может быть любая, возможно, это какой-то ваш старый спрей. Бутылочку хорошенечко промываем и выливаем нашу жидкость. Все, сейчас мы залили нашу жидкость в нашу волшебную бутылочку. Вытаскиваем газатор, вставляем. Так как масло у нас тяжелое и выпадает в осадок, перед каждым применением мы хорошенько встряхиваем наш флакон и распыляем на лицо. На этом у нас все. Помните, быть красивыми не только легко, но еще и выгодно. Вот так за несколько минут можно приготовить мятный спрей дома. Кстати, именно эфирное масло мяты оказывает мощное антисептическое действие. Оно уничтожает до 85% бактерий и останавливает размножение до 95% микроорганизмов. Действие эфирных масел длится до 8 часов. Приготовить дома можно и легкий салат, который будет не только полезным, но и вкусным. Сегодня мы приготовим несколько блюд. Начнем с салата от Сезарь с креветкой. Индегриенты в нашем салате это лист салата, сухарики, редис, помидоры черри, креветка и, конечно же, соус. Лист салата накладываем на тарелочку. Он у нас уже предварительно порезанный. Далее нарезаем помидоры черри. Выкладываем их на тарелочку, желательно по кругу. Потом нарезаем кольцами редиску. Затем мы украшаем наш Цезарь креветкой. И теперь осталось добавить салат, соус из постного майонеза. Первое блюдо готово. Ну а сейчас мы приготовим суп-пюре из брокколи с кокосовым молоком. Для этого нам понадобится свежий брокколи, картофель, лук и зелень. Соль, перец мы потом добавим при приготовлении по вкусу. Сначала нарезаем крупными дольками брокколи, картофель и репчатый лук. Добавляем соль и перец. Затем ставим на средний огонь. Варим до готовности. После этого все продукты необходимо взбить блендером или миксером до однородной консистенции. Вот наш суп готов. Добавляем кокосовое молоко. Такие блюда вы можете приготовить дома. Очень вкусные и аппетитные. Для поддержания формы весной лучше заменить некоторые продукты в своем рационе. Вместо жареных лучше есть вареные яйца, майонез, заменить сметаной, газированные напитки водой с лимоном. Конфеты убираем, покупаем курагу, а вместо чипсов едим попкорн. Не забываем заниматься спортом. Для этого не обязательно выходить на улицу или идти в фитнес-зал. Сегодня мы с вами сделаем комплекс, направленный на проработку мышц спины и вытяжение вашего позвоночника. Для этого ложимся на живот. И вытягиваем ручки вперед. Поднимаем ручки вверх, набегаем поясницу, ягодицы зажимаем и начинаем раскачивать их вперед. И ножки подняли, ручки опустили. Делаем три подхода по 10 раз. Дальше берем себя за щекотки, подтягиваем ножками сюда, наверх. Ледрами прижимаемся к полу, стоим в статике 10 часов. Раз, два, три, четыре, 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 четыре и расслабимся. Для следующего упражнения ложимся на спинку, ручки раскидываем в стороны ладошки к полу. Одна ножка прямая, вторую ставим на коленочку и скручиваемся ножкой в одну сторону, а голову поворачиваем в другую сторону. Глубокий вдох, расслабляем поясницу, прижимаем плечи к полу. Режим 30 секунд и то же самое делаем на вторую сторону. Ложимся ровненько, возвращаем таз в исходное положение, ставим стопу на колено и скручиваемся в обратную сторону. И возвращаемся в исходное положение. Подтягиваем к себе коленочки, вдох, выдох, таз. Всем спасибо за тренировку. До встречи в эфире. Поэзия объединяет. Наверняка у каждого из нас есть любимое стихотворение, строчки из которого знаешь наизусть. Если вы давно мечтали написать нечто подобное самостоятельно, но не знали с чего начать, тогда некоторые наши советы точно вам помогут. Дом, работа, семья и собака. Может, кошка? Не в этом ведь суть. Вроде все в этой жизни как надо. Чего стоит себя обмануть? Строчки этого стихотворения, как и десятка других, в голове Анны Поповой возникли случайно. По словам девушки, чаще всего нужные слова приходят после пережитых эмоций, знаковых встреч или разговоров. А еще ее вдохновляют новые места и книги. Иногда стихи рождаются даже во время обычных прогулок по городу. Свои первые произведения Анна написала еще в старших классах, но более серьезные появились уже в университете. Некоторые из них даже опубликовали в литературном журнале, но, несмотря на это, настоящим поэтом Анна себя не считает. Иногда просто хочется с карандашом, с листочком посидеть, что-то да приходит. А иногда по улице бреду, вдруг мысль какая-то осенила, новая строчка где-нибудь записала, либо на листочке, в блокнотике, в телефоне, неважно. Потом развивается потихоньку. Я пишу для себя, чтобы выразить все свои какие-то эмоции, то, что я переживаю, что я чувствую. Мне нужно выплеснуть. Для меня стихи – это своеобразный личный дневник, где я просто все, о чем я думаю, я пытаюсь так выразить. Так легче. По словам литературоведов, в поэзии важно не только содержание, но и форма. Поэтому каждый уважающий себя поэт, пусть и начинающий, в своем произведении должен выдерживать стихотворный размер и ритм. А для этого необходимо понять систему стихосложения. Выберите наиболее близкую вам тему. Обдумайте нить повествования. Она свяжет отдельные картины и образы в единое целое. Определите, какой вид рифмовки наиболее подходит вашему стилю. Остерегайтесь простых шаблонных рифм и клише. Используйте толковые и тематические словари. Сохраняйте в стихотворении сюжетную линию. Не увлекайтесь погоней за рифмой. Готовое произведение проверьте на стиль и метр. Устраните повторы. И помните, что хорошее стихотворение – это гармония вашей фантазии и поэтической техники. На этом у меня все. Проводите время с пользой и берегите себя. Оставайтесь дома, ведь дома лучше. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова